Здравствуйте! Сегодня 16 июня 2022 года, 10 часов 43 минуты. Смотрите, летит рой. Я вышел, я уже чувствовал, что рой прилетит. Вышел из дому и увидел, что возле ульев разведки нет. И пчелы так полетели, полетели дальше мимо моей пасеки. Я думал, что они сюда прилетят, а полетели к соседу, к ховре. У него там ульи стоят пустые, без пчел, и рой полетел туда. Мимо моей пасеки пролетели. Так что такое тоже бывает. Большой рой полетел. А такая мощная разведка была, что я предполагал, что ко мне прилетят. Но, видите, тут рядом находятся дворы. Тут расстояние метров сколько? Метров 70-80, наверное. Полетели в сторону ховриного двора. Хотя нет. Полетели окружными путями. Возможно, сейчас они там круг сделают и ко мне на пасеку залетят. Они... Да, сейчас на пасеку ко мне полетят. Я вижу, что они там над сливами кружат, которые я посадил. Яблони и сливы. И не летят на пасеку, а там круг такой сделали. Кружатся там. Не должны они там где-нибудь на дереве привиться. Они при полете роя обычно целенаправленно летят уже в улей. Но что-то долго они там летают. Странно. Сейчас пойду посмотрю, где они там кружат. А я уже думал, что ко мне летят на пасеку. Да, к ховре полетели. Но пойду ближе гляну. Вот я ближе подошел, где летает большой рой. Огромный рой. Они здесь вероятнее всего, что сейчас на дерево привьются, на шелковицу. Странно, конечно. Должны были бы залететь в улей, потому что издалека летят. Большой рой летает. А они почему-то сюда полетели. Вот. Так, вижу, где прививаются. Вижу, где прививаются. Вот невысоко там на шелковице. Вот они там на ветке сядут. Странно, конечно. Сейчас они тут успокоятся, сядут. Я их побрызгаю из пульверизатора. Водой, для того, чтобы они мокрые были. И пересажу их в ловушку. Ящик подставлю такой, с рамками. И они в этот ящик перейдут. Я помолчу, послушайте, как гудят пчелы. Такое мощное гудение. Большой рой. Сейчас зуммирование уберу. Сколько пчел летает, смотрите. Масса какая огромная. Странно, промахнулись мимо моей пасеки. Такая мощная разведка была. В общем, разведчицы чуть-чуть промахнулись с полетом. Могли бы сразу в улей залететь. Но это дело поправимое. Я сейчас возьму лестницу, уберу сухие ветки, которые будут мешать. И в ловушку их перебазирую. На рамки. Они перелезут. Можно, конечно, стряхнуть их. Но там такая ветка толстая. Я ее не стряхну. Это только подставить рамочку и снимать ящик с пчелами. Сейчас я чуть-чуть увеличу, чтобы виднее было, где рой садится. Вот как они там на веточку садятся. Много пчел. А доверять не все, что первак вышел. Сколько пчел улетает. Не все видят, куда основная масса пчел залетела. Даже гудение такое получается. Звук роя пчел отражается от построек. Тут сарай, забор и такое гудение получается, как будто бы механизм какой-то гудит. Да, большой рой будет. Это еще село где-то процентов 30 пчелок. летят на запах тех пчел, которые рядом с маткой излучают запах. ясоновые железы. И таким образом приманивают пчел роя, чтобы летели за остальными пчелами и в полете не потерялись. Не рассыпались кто куда. А чтобы всем вот этим роем с густком пчел долетели до нужного места. Да, большая борода будет. От меня, от того места, где я стою, до этой ветки метра 4 будет. Может быть, даже больше. 4,5 где-то метра. А высота прививки где-то метра 4 тоже будет. Вот где тут земля. Из-за сорняка, из-за кустарника плохо видно. Шелковица и старая яблоня. Но старая яблоня уже так отживает свою. Там дятлы ее поклевали, дупло сделали, а шелковица тут хорошо врос пошла. и на немного ягодах шелковица будет. Вот такая бородища тут образовалась. Большой рой. Это еще сколько пчел в воздухе летает. Еще не все сели. Вот тут между веточками внизу периодом. Вook ваше ichen тень прячутся как раз хорошо здесь затеняется верхними ветками шелковицы эта ветка и тень эти пчелки сели чтобы на солнце не жарится чтобы не тратить энергию на охлаждение потому что они в клубе сидят тепло выделяет и чтобы им сильно жарко не было чтобы клуб не рассыпался этот роевой клуб кота когда они на ветке сидят они ищут место в тени чтобы прохладнее им было чтобы на них прямые лычи солнце не светили так же процентов 70 75 наверное пчелок сила на рой но такой не сильно большой я бы сказал мы посмотрим когда он сядет целиком будет видно какого он размер станет когда все пчелы сядут еще много пчелок летает возле дерева и там такое место что можно лестницу подставить чуть-чуть ветки прорядить и как раз подлезть под этот рой целиком с тазиком таким большим раевня у меня есть но они в раевню не попадут потому что они широко сели не очень компактно так она ближе сейчас приближу посмотрим какая бородища сидит вдоль ветки еще летают чулки в воздухе чуть не все сели так летают и блуждающие раи которые издалека летят которые разведку вперед не могут выслать и не могут найти место куда им переселиться и они пролетают там несколько километров там 5-7 10 километров могут пролететь значит за день может быть меньше может быть больше и они прививаются на ветках деревьев если старая матка то пониже к земле если молодая вот матка то повыше на дереве тут дерево высокой метров 8-10 может быть это шелковица выросла и они уже с этого роя начинают рассылать разведку которая подыскивают подходящее жилье и затем рой снимается с места прививки и летит в найденное жилье вполне возможно что этот рой и не рассылал разведку на мою пасеку потому что обычно разведчицы приводят рой пчел прямо к улью но могут соседней улей залететь пчелы бывает так что часть роя в один улей залетела если два рядом пустых улей стоит то часть пчел залетает соседней но если они там матку не обнаруживают они вылетают и находят улей где матка находится и залетают туда тем более что тут улей где находится матка на улья на передней стенке улья на прилетных досках сидят пчелы вентилятор щицы поднимают дружка вверх машут крылышками выделяет феромон роевой такой пахнущий для того чтобы привлекать пчел роя к тому месту где рой зашел в жилище и где матка находится так на процентов на 95 уже пчелки сели такой приличный рой прилетел не знаю сколько там килограммов вот такой по размеру довольно большой так сейчас я пойду возьму пульверизатор чуть-чуть их прибрызгаю чтобы они влажные были и начну тут место готовить для их съема секатором срежу тонкие ветки и буду уже их снимать все когда пересажу улей продолжу съемку 12 часов 29 минут почти половина половина первого дня матка уже находится на рамке вот в этом ящике это ящик я его использую и как раевню хотя есть такая заводская раевня но она меньшего размера этот ящик лучше он на 8 рамок и он более объемный и сюда больше рамочек становится и можно прямо в него это фанерный ящик легкий такой прямо в него можно пчел строим стряхнуть и крышкой прикрыть но аккуратно так что пчел не подавите матку не раздавить вот в том месте где висит на ореховой такой палки рамочка светлая и и туда повесил для того чтобы привлечь пчел разведчиц которые в моих ульях сейчас занимаются обследованием ульев в пяти ульях они работают поставил сюда лестницу убрал некоторые ветки из торчащие из шелковицы туда можно было добраться и поставил тут им рамочку светлую ну темной не было уже закончились поставил светлую рамочку сот такой светлый это для того чтобы собрать пчел роя которая разведка является вот они с моих ульях возвращается сюда и ищут где же тут матка делась и куда тут рой пропала ром стоит стоит на земле вон в том ящике на 6 рамках и рой не очень большой так визуально оказался снизу довольно большим но не очень большой так что сейчас они челки вот эти которые прилетают с разведки может быть сядут на этот сот и я их заберу ну вообще лучше ставить не светлый сот а темный такой коричневый он более пахучий он более ароматный и пчелки любят более такие темные соты более темные ну даже черные можно использовать может быть даже лучше черные использовать этот светлый у меня просто был более приготовлен для подсадки пчел но они на него не очень садятся возвращаются из ульев с разведки для того чтобы сообщить что нашли новое жилье а их тут уже перехватили но в принципе можно было снятием роя не заниматься можно было постоять понаблюдать посмотреть и потом пойти за роем посмотреть куда он в какой улей залетит ну а тут сейчас пчелки как раз кружат вот этим ящиком они там вот и на дне находятся в ящике и на рамочках сидят подняли свои брюшки излучают запах ястоновой железы для того чтобы завлекать пчел роя ну в общем сейчас пчел там приватный пчел я где они там летают разведчицы где они на рамочку не садятся я их потеряю потому что они вернутся назад свои ульи они не видят что здесь этот ящик находится но я его туда поднимать не будет потому что он такой с челами и с рамками тут есть даже чуть-чуть и с медом одна рамка вот так где-то равна 500 надо было тяжеловато туда поднимать вот сейчас они тут успокоятся и я отнесу их и посажу тот улей который они облюбовали есть там один улей где больше всего разведчиц было и я в тот улей их пересажу и разведчицы которые прилетают сюда они уже частично так чтобы не упасть частично вернуться в этот улей где и матка будет находиться герой пчел вот в этом месте вот здесь вот пчелки сидели вот на этой ветке вот эту ветку я поднял выше она сахая вот здесь они сидели сучки по обламывал в общем не садятся на светлый сот запах матки не чувствуют и матка она еще кроме запаха она еще и звуки создает такие которые привлекают пчел так что здесь видите в том месте где пчелы сидели роем матки нет это самое главное чтобы ее не уронить чтобы она не раздавилась при снятии вот такой рамочкой снималкой ну это такая пустяне конструкция стальная отожженная проволока оцинкованная газальная проволока диаметром где-то 1 и 2 десятых миллиметра или чуть чуть больше она на концах со временем ломается после многократных изгибаний на плечиках рамки но ее можно менять и использовать дальше с один край скобу эту проволоку отогнул со второй стороны там петелька такая есть снял и стряхнул пчелок волей если одной рамкой работаешь если несколькими рамками то просто наполненные пчелами рамки ставится вулей а пустая без пчел крепится к этой снималки палки снималки и дальше снимается с ветки этот рой так пучок с этой лестнице не упасть не шандарахнуться вот так вот снять яруя произошло сейчас они тут полетает посмотрите какая уже облачность к вечеру дочь вероятнее всего что будет видите как все облаками затягивает но солнце пробивается еще довольно жарко такая погода для полета пчел благоприятная подожду еще минут пять когда пчелы успокоятся зайдут сюда вулей его этот ящик как и улей можно использовать если сбоку отверстие просверлить и в тени его использовать и сверху прикрыть защиты чтобы он не намокал то и как улей для лета пойдет но для лета это в смысле начиная с июня месяца и до конца августа месяца для весны для осени не подходит потому что фанера она тепло не держит и пчелы будет перерасходовать корм все на этом заканчиваю сейчас пойду отнесу лестницу назад к дому и заберу этот ящик челками посажу их тот улей которую они выбрали и дальше потом сниму 13 часов 26 минут я из вот этого ящика присадил рой улей улей на 12 рамок я поставил 10 помощник мультик маленький бегает поставил 10 рамок пока хватит и заставную доску поставил сейчас я положу брусочки нижние от рамок и сверху прикрою полипропиленовым мешком вот такие мультики смотрите какие котики второй спрятался за мной челки подняли брюшки машут крылышками выделяют феромон для привлечения челруя в то место где рой зашел в улей но я их на природную доску не сбрасывал как некоторые пчеловоды показывают в интернете а вот то что на рамочках сидела все пчелки которые на рамках сидели их из ящика из этого аккуратно переставил сюда улей и прикрыл составной доской тут еще можно две рамочки поставить додановский улей на 12 рамок но на один корпус то есть их надо будет еще расширять вероятнее всего то есть я им другой улей поставлены есть два корпуса додана по 12 рамок и магазинная надставка пока им тут места хватает не сильно большой так что пусть они тут обживаются и сейчас можно глянуть сколько там не густа пчелок сидит то есть они тут все рамки даже и не обсиживают поэтому 10 рамок то что я поставил есть три рамки с медом спервой так что им тут места хватит вот все на этом буду заканчивать дальше я закрою улей и все не буду их беспокоить они тут уже сами пусть разбираются осваиваются облетятся они и я еще что хотел сказать некоторые пчеловоды показывают что они заносит рой в погреб чтобы они там холоде посидели померзли я такого никогда не делаю я сразу ставлю улей рой снимаю свой там или как сегодня вот это уникальный случай я раньше с таким не сталкивался оказывается все таки руль летел на мою пасеку но пчелоразведчицы между собой не договорились и получилось так что рой не определился в какой улей им лететь поэтому привился на дерево и ждал более точную информацию от разведчиц какой все таки улей залетать но я уже сам выбрал какой залететь потому что я посмотрел где больше разведчиц туда их и посадил потому что другие ульги там разведчицы тоже были но и было меньше и я не стал уже как бы занимать под такой рой улей большего объема то двенадцать рамок можно поставить и им хватит если рой будет больше то его можно будет посадить в улей и на 20 рамок и на 24 и на 28 и на 30 рамок вот но не сразу конечно так постепенно с расширением либо в лежак либо вертикальный улей в стояк все на этом заканчиваю вот тут мурзики развлекаются кусаются царапаются и пчелок не бояться кстати пчелки очень мирные спокойные тихие такие аккуратно пересадил с ветки где они привились и они сейчас вот на рамочках тут хозяйничают уже и корм берут обязательно надо ставить хотя бы одну кормовую рамку с медом потому что если такую приманочную рамку не поставить но это как бы якорь такой получается есть якорь когда рамку с расплодом ставят но это не всегда возможно а вот рамочку с кормом можно поставить даже если запечатанного меда нет то наливается в один сот сироп один к одному сахарный сироп то есть килограмм сахара и литр воды мягкой такой перемешивается сахар с сиропом растворяется и заливается ну хотя бы пол литровую банку и меда с сиропа такого надо дать но лучше больше лучше несколько сотов поставить где с одной стороны заливается с группе они тогда уже будет его перерабатывать но много наливать нельзя почему потому что они могут его не переработать его ж надо разнести по сотам что ты надо почистить ящики по вычищать не чтобы он не скис поэтому много наливать не надо пол литра литра вот в этих пределах не больше а если мед есть то ставьте сколько есть но я поставил рамки так чтобы моль не пожрала для сохранения пчелками они тут есть уже на двух рамочках видел следы от моли так что они эту моль выловят но где я пальцами мог достать и пинцетом я там личинок этих вылавливал крупных а такие которые поменьше поменьше уже пчелы сами будут вылавливать и расправиться с ними по выбрасывают загрызут и выбросит из улья будет на передней доске на прилетной доске перед ульям эти личинки моли валяться все на этом заканчиваю всего вам хорошего до свидания вот такая вот пасмурная погода к вечеру может быть даже дождь пойдет сейчас хорошая погода не жарко как раз вот когда я начинал снимать рой было очень тепло вот а сейчас нормальная хорошая температура вот такой свеженький воздух дует и как раз тут челки сейчас они не перегреваются то есть они обычно ходороем прилетают машет крылышками вырабатывает много энергии возбуждается и много тепла выделяют но так как сейчас прохладно солнце не печет то для них нормально все буду заканчивать всего вам хорошего до свидания мирного неба над головой скорейшего окончания войны в и благополучия вам здоровья и всего хорошего до свидания спасибо Продолжение следует...